Дальше посмотрите, модели работы группы. Первая группа – информационная модель. Это как раз модель, которая в консультировании, помните, мы проходили, когда мы имеем дело с поведением, то есть на человека смотрим как на вещи, то есть мы выдаем информацию, у человека возникает страх последствий, что будет со мной, если я не перестану пить, что будет со мной, если я не покаюсь, и соответственно меняется поведение. Если меняется, а не меняется, мы его опять даем информацию, и он опять должен, по идее, испугаться и захотеть измениться. Не изменился, мы опять даем информацию. И мы знаем, что многие группы действуют таким образом. Есть другая модель, мы вот по этой модели действуем. По образователю выдается информацией, группа, точнее человек на группе принимает решение какое-то, и соответственно исходя из этого решения он сам меняет свое поведение. Не из-за страха последствий, а потому что он сам изменился. И потому что группа выработала вместе с ним механизм для того, чтобы в будущей жизни что-то он мог изменивать. То есть нам вот эта модель нравится. И вот посмотрите, механизм принятия решения. Как же принимается решение в группе? Ну возьмем такой пример. Например, вдруг в группе... Ну у вас приводится один пример, мы давайте возьмем другой, потому что тот пример можно прочитать, он очень такой легкий. Жена наказывает мужу молчание. А мы давайте возьмем другой пример. Например, вы изучаете какую-то тему, и в эту тему вдруг вошла проблема одного из членов вашей группы. Он говорит, меня очень сильно унижает начальник. Например, вы проходите по стадии писянам, кто мы во Христе, и тут раз... Меня унижает начальник. Вот проблема. И она конкретно... Как помочь этой женщине на группе принять правильное решение? Да. Итак, вот здесь очень помогает то упражнение, о котором мы говорили с вами. Что будет, если ты изменишь... Когда мы говорили в отношении христианства, цикл лекций по отношению, в консультировании, в душепобедительстве, то есть всестороннее рассмотрение всех альтернативных вариантов поведения. Что будет, если ты продолжишь так себя вести? Чего не будет, если ты продолжишь так себя вести? И так далее. Потом вы рассматриваете в последствии каждого шага. А в это время на группе перед вами лежит священное писание. И одновременно, разговаривая с этим человеком, мы с вами, понимаете, мы знаем, что база, на которой мы стоим, это база правильная, истинная, библейская. Вот на группе, вот в этой атмосфере, да еще и со словом в руках, вы анализируете вообще всю эту информацию. И способствуете какому-то решению. Ну, желательно же, конечно, что хорошо, если оно будет положительно. Привлекаете экспертов, то есть членов группы, которые были в подобной ситуации? Как правило, один-два найдутся. Понимаете? И когда слово Божье, группа, вот эти вот эксперты, так называемые, да, и все. И тогда уже человек принимает решение сам. Не вы сказали, вступи так-так-так-так-так. Если у него не получится, кто будет виноват? Вы. Тож, да, не то, не то, не то, не то, не то. Человек сам принимает решение. Именно вот в групповой работе. Почему мы говорим, что групповое душ попечительство, мы считаем, более действенное, чем индивидуальное? Ну, и вопрос такой... Как быть во время возникновения споров и конфронтаций, конфликтов всевозможных? Ну, во-первых, тут правило, что каждый имеет право на свое мнение. Каждый имеет право. Но, с другой стороны, Библия истинна и надежна. Ну, и нужно пользоваться вот тем, что нам говорит Библия, что от групп невежественных состязаний нужно уклоняться. Не нужно вообще поощрять ссоры на группе. Ни в коем случае этого делать нельзя. Представьте себе человека, который длительное время стоит на одной ноге. Через некоторое время мышцы, перегруженные ноги, начинают сводить судорогой. Он едва уже держит равновесие. Уже болит не только нога, а все тело. Боль становится нестерпимой. Человек начинает взывать о помощи. Окружающие пытаются ему всячески помочь. Один начинает массировать больную ногу. Другой берет засведенный судорогой затылок и тоже начинает его массировать по всем правилам искусства массажа. Третий, видя, что человек вот-вот потеряет равновесие, предлагает свою руку для опоры. Один мудрый старик предлагает стоящему на одной ноге считать себя счастливым по сравнению с тем, у кого ног вообще нет. Находясь появляется прохожий, который, подойдя к бедняге, задает ему простой вопрос. Слушай, а что ты на одной ноге стоишь? Другую вытромь, стань на нее тоже. У тебя же вторая нога тоже здоровая. Очень часто на группе, вот понимаете, возникающие ссоры, они возникают какой-нибудь ерунды. И нам нужно просто видно увидеть вот этот вот вопрос. Кусочек сыра. И увидеть, будет так говорить, истинную проблему человека, что он просто не стоит на двух глазах, да? Мягко говоря. Ну и вот дальше... Что мешает нормальному проведению группы и отбивает интерес прийти в следующий раз? Вот это как раз то, о чем мы говорили. Спешка в проведении занятия. А спешка бывает всегда, когда нужно выполнить программу. То есть у нас есть вопросы, которые нужно задать, и мы быстрее-быстрее так отвечаем. Так, все уже некогда, следующий, следующий. И у нас есть программа, которую мы должны выполнить определенный период времени. Если мы ее не выполняем, значит, как написано в методичке для ведущего. Прошла нам цена. Понимаете, да? То есть когда мы нацелены на программу, спешка всегда будет. И пускай я, например, приготовил 15 вопросов, а успели пройти только 7, и главное, чтобы каждый мог высказать все, что у него там на душе, на сердце, свое мнение, свои эмоции. То есть главный человек. Изучение Писания не должно проходить поверхностно. Если вы это все поверхностно, у вас все только на уровне чаепития, посиделок, а вот что было у тети Вали, а вот что было у дяди Васи. То есть все должно фокусироваться вокруг Писания, вокруг Слова Божьего. Ну и давление на мнение членов группы. Ну уже говорили о том, что не должно быть так, что один прав. Василий Васильевич Иванович Иванович, а все остальные не правы. Нет. Все члены группы, действие способные люди, каждый может внести свой вклад в эту группу. Ну вот сейчас, может быть, стоит провести такую игру, она как нельзя лучше показывать. Такое упражнение, да. И очень хорошо будет, если, значит, камера заснимет это со стороны. Ну, может, нет, пусть нас заснимут, мы сейчас с тобой вместе. То есть ее надо снять и направить. Ну, мы сейчас с тобой сделаем. Нет, нет, надо. Ну, не надо. Ну, что нам надоело смотреть? Ну, что ты смущаешь людей? Может, они не захотят, чтобы снимали в этой ситуации? Захотят. Значит, сейчас освободите свои руки, освободите все, и вам понадобятся руки, ноги и голова. Нужно встать. Встаньте, пожалуйста. Теперь. Один из вас. Так, давай сейчас разми, сейчас стул. Залезет на стул, да? Да. Сорвет банан. У кого я с ним? Ничего. Ты мне предлагаешь? Да. А потом я. Один из вас должен залезть на стул. А второй помогает ему это. Давай, друг. Давайте, давайте. Есть. Выполняйте. Ну, я думаю, потом нужно отрекнуть, если листочка бумаги нет. Очень хорошее управление. Нужно налезть на диван. Один залазит. Так. Другой садится так, на колесо. Садись. Ты сам по-моему права. Не нравится мне. Теперь. Теперь, тот, который стоит наверху. Скажите этому человеку, вашему напарнику, человек достоин уважения. Человек достоин уважения. А теперь тот, который внизу, на корточках. Скажите, вот, наверх, туда. Человек достоин уважения. Человек достоин уважения. Человек достоин уважения. Человек достоин уважения. Отлично. Браво. Николай Алисич, ты права. Ну что, ощутили? Откуда было легче говорить «человек достоин уважения»? Снизу. Мы смиренные. Егарно. Если же мы откровенно смирились, то снизу. Но вообще, понимаете, очень часто ведущие группы ставят себя вот так. И он вдавливает о том, что мы в Христе свободны. Новое творение. Познайте истину и будете свободны. Но если он наверху, это все высоко. Очень хорошее упражнение. И знаете, мы его, кстати, на группе несколько раз проводили. Очень хорошо работает. И так, мы давайте проведем маленькую группу, чтобы просто чуть-чуть почувствовали себя. Вообще мы, так сказать, классический такой вариант, который мы обычно даем на обучающих семинарах. Откройте Евангелие от Марка, 10 главу. Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и сказали, Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросит. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же им сказал, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Отдать сесть у меня по правую и по левую сторону, не от меня зависит, но кому уготовано. И услышавшие 10, начали негодовать на Иаков и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, вы знаете, что почитающиеся гнезьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Итак, давайте нарисуем с вами картину. Что произошло в той ситуации? Создайте образ. Такой обзор сделаем, да? Вот 10-12 учеников находятся вокруг Иисуса. Они оставили все в своей жизни, да? Бросили лодки, родителей, знакомых, друзей своих. На какое-то время оставили. Пошли за Иисусом. Представляете, что будет завтра? Накормят их или не накормят? Будет где спать или не будет? Люди, у которых был свой бизнес, оставили бизнес и пошли в неизвестность. И вот теперь, когда грядет царство, и царь, и Иисус, но они как себя понимают, вот они подходят и говорят. Двое нашлись такие более догадливые. Решили застолбить это место. Конечно. Они же три года за ним ходят. Но они имеют право вообще. Если негде спать, они спали вместе с ним под кустом там на улице. Если нечего кушать, они вместе с ним ничего не ели. Они же заслужили. И колось эти срывали, сухие ели, да? Сырое все. И вот двое подходят и говорят, слушай, но мы же это заработали. Мы столько тебе служили. Три года. Позволь нам. Немного сделай для нас. А Христос вам конкретно сказал, да не получится. Вы этого не получите. Безусловно. Вот то, что вы просите, не получите. Итак. Если вы оказались на месте Иаквая Иоанна. Прямо сейчас давайте по очереди. Опять, не хотите, не отвечайте. Каждый по одному слову. Если вы оказались на месте Иаквая Иоанна, как бы вы себя ощущали после открытия Иисуса? Смущенного. Смущенного Андрея. Смущенный, рассерженный, вдохновленный, разочарованный, униженный. Может еще как-то? Вдохновенный, рассердился. Рассердился. Людмила. Раиса. Смущенный, смущенный, ага. Нет, ну, если же нет, она рассердится. Обиженный, наверное. Все, у каждого свое мнение. Все, обиженный. Все, только оттенка. Ну, в первую очередь, она рассмущенного. Отмечайте, отмечайте, что он. И вдохновленный, потому что, что есть возможность. Смущенный и вдохновленный. Отведите крючком свой ответ. И запишите. Так, Наталья. Ну, я бы, наверное, была разочарована. 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 Обескуражена. Запишите. Так, Юрий. Наверное, смущенный. Смущенный. Андрей. Разочарованный. Разочарованный, ага, Александр. Разочарованный. Света? Смущенный. Смущенный. Николай. Ну, наверное, сначала смутился, и потом разочарование. Все сразу. Обведите крючком свой ответ, чтобы помнить. Разочаровалась. Разочаровалась бы. А что толкнуло учеников просить Иисуса о привилегии? Давайте еще, Наташа. Здоровые человеческие желания. нормально три год служили не жили заработать сейчас мало времени поэтому продолжим дальше чего на самом деле хотели ученики когда просили иисусу об этих привилегиях это сильно особые привилегии как вы думаете духовной безопасности силы силы и влияния силы влияния я думаю как бы некого такого авторитета и власти авторитет и власти замечательно да вы не знаете чего просите не отвлекает меня то что вы просите это вообще невозможно или в этого не еще не заслужили или я сам буду решать не мешайте мне как вы считаете не понимал в каждый говорит вы не понимаете вы вообще не понимаете что запишите то есть здесь этого нет вы подпишите если его нет подпишите хорошо давай теперь посмотрим такой момент теперь пятый вопрос вот ваша жизнь развивается всем нам хочется жить чуть-чуть получше да и так чтобы вы для себя пожелали только три вещи вот из всего этого списка можно выбрать только три понятно что нам много хочется нужно выбрать только три чего-то для себя хорошее здоровье или друзья или успех на работе удачный брак или финансовая состоятельность или отсутствие трудностей послушные дети хорошее образование мир в душе любимая работа жизнь полна сюрпризов популярность эти друзей успех в жизни ваших детей то есть можно только три но остального тогда не будет три выбираете другом ничего нет все выбрали все все поставили галочку и теперь представьте себе вы служите вот этим своим списком вот эти три вещи представьте себе вот с этими тремя своими желаниями нормально желание вот это иметь нормально вот с этими тремя желаниями вы подходите к иисусу и говорить иисус мне вот это вот надо я вот это хочу но я же служить я твой служить я это заработал так много в жизни оставил так много оказался мне надо всего вот эти три вещи не получите вы не знаете вы не понимаете вы этого не получите и этого в вашей жизни не будет возвращаемся к первому первое что вы в этот момент ощущаете потому что это уже лично почему я стал говорить потому что каждый ощутил себя на месте кого вот на других оценивать очень просто правда какие они знаете когда мы подобные вот группы проводим на пастырских встречах находится один-два человек которые говорят я вообще не понимаю пока мы с этим подошли вот я бы никогда в жизни и когда вот пятый вопрос задается вот вам сейчас сказали что понимаете и человек действительно начинает понимать что нельзя судить потому что мы все такие и вот понимаете что вас столкнуло платить просить об этих привилегиях вы готовы признать что бог этого никогда не дать не будет и бог и не есть воли божий вы готовите это все отдать в руки божьей и все что мы имеем принимайте как наши права я имею право это не потому что я верующий это привилегия то есть у нас нет я когда первый раз узнал об этом мы были на одном из семинаров я захотел иметь красивую хорошую добрую жену навсегда какую сейчас у меня она есть но я боюсь остаться без нее мне сложно будет без нее и друг не говорят что а это не в твоих привилегий и твое право если богу надо он у тебя ее заберем это ему решать а на тебе как я не имею право на здоровых счастливых детей если они есть это твои привилегии это привилегии тебе дана и нужно было бы отдал богу право на это нет значит ты пока еще не все богатом ты цепляешься за свое вот и и я понял иаковы цену я понял чего они хотели мне легко их было со стороны осуждать а вот самому побывать на этом месте понимаете то есть вот эти вещи вот нужно вот и потом когда мы в группе начали это обсуждение вот после пятого вопроса пошла живая работа в группе и каждый человек уже мог озвучить или выслушать что-то другого говорит вот за что мы цепляемся в этой жизни понимаете то есть вот в общем то чуть-чуть вот вы сейчас как бы прикоснулись но к тому что в общем то происходит на другом задавать вопросы то есть в принципе вы наверняка слышали много вопросов по этой теме да и проповедей но как-то спросить чтобы человек начал думать поставил себя на их место образовательный ресурс видеосеминарии святой троицы это ваши пожертвования мудро вложенные в христианское образование поддержите наш проект молитвы и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv семинарии точка ком полезно на группе иногда читать и так сказать немножко другую литературу например сказки сказки курочка ряба вы все знаете курочку рябу помните снесла курочка яичко не простое а золотое дед пил баба пил разбить не могли а мышка бежала хвостика махнула яичко упала и дед плачет баба плачет а курочка куда не плач дед не плач баба я вам снесу другое не золотое а простой все мы знаем эту сказку ну вот скажите о чем это сказка вот о чем это сказка кто из вас коснете осторожно потому что ваши желания могут сбыться так еще хотели сами хотели сами еще о чем-то сказки любопытство что же там внутри а без ответственности а без ответственности курочка яичко снесла все эти ответы это жемчужина которые нашли мы с вами стереотип поведения да ну раз яйцо на 2 колотить вообще подарки судьбы и что делать с этим подарком не подготовлены и чтобы вы сделали если попал золотое то есть какие мы с вами находим жильчужины в этой сказке почему учит нас эта сказка как вы думаете не переживать в трагичных ситуациях это можно иными словами сказать ты не расстраивайся что ты подарили на моем новой мерседес разбил я тебе запорожец куплю не золотое а простое ну вот утешила ну во первых держите дом в чистоте да что мы все не доводилось а может быть действительно не давить то что люди еще не готовы принять вот запорожец они готовы были принять а мерседес нет поэтому мерседес расслаблен ну понимаете то есть в общем-то казалось примитивно а почему дед с бабкой плачут они же хотели то увидели что не то увидели что хотели на самом деле вообще не хотели разбивать про стереотип в принципе вот она произошла группой мы с вами взяли то что мы знаем с детства с трех лет может быть с года мы с вами эту сказку проговаривали и вот сейчас на группе мы открыли жемчужины которые были заложены понимаете вот примерно это происходит на группах должно происходить брать то что казалось уже давно всем известно какая-то примитивная сказка до каждой сказке столько мудрости в любой прописной истины можно найти мудрость и вот как раз задача группы и это делать может быть сейчас мы как бы показали очень такой может не очень классический вариант ну на самом простом может быть легче всего как таком вот и он аккумулировал эту энергию лежала ждала очень важного момента и когда момент наста Он был, он ждал, он хранил свои силы, чтобы потом эти силы направить в нужную сторону. И он кем стал? Царем. Вот однако как. Ведь сотни людей ходили к этой проруби и черпали воду. Он оказался в нужном время, в нужном месте, с нужным ведром и с нужным видением своей дальнейшей жизни. Вы понимаете, ну вы подумайте. Он просто счастливчик. Боже мой. Но в чем заключается вы счастье? Он встал все-таки с печи и пошел. Был пройд избранного. Вы чувствуете, сколько мы можем много даже на сказке имели сказать? Вы знаете, будьте творческим. Если вы будете творческим, и если вы вот на группе, понимаете, будете видеть даже в простом мудрость, группа пойдет. И группа начнет работать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok